Полонез, кадриль и вальс. В Центре культуры и отдыха состоялся бал, посвященный 18-летию кадетского корпуса имени графа Бориса Шереметьева. Расплодается он на базе 43-й школы и насчитывает 164 курсанта. За время существования кадетского корпуса, я считаю, самое главное, это мы не растеряли свои традиции, а мы их расширяем, углубляем и стараемся развиваться только в лучшую сторону. Все наши традиции, это и принятие торжественного обещания, и участие во всех памятных датах российских. Все присутствующие смогли очутиться в 19 веке на балу у графа Болконского, героя Льва Толстого. Здесь и взволнованная своим дебютом Наташа Ростова и танцы той эпохи. Бал традиционно открыли полонезом, а продолжили вальсом. Курсанты кадетского корпуса известны своим активным участием в патриотических акциях и спортивных соревнованиях. Выпускники поступают в высшие военные учебные заведения и делают успешные шаги по карьерной лестнице. Поздравить педагогов и курсантов пришли представители власти. Я уверена, ребята, что вы через всю жизнь пронесете в своем сердце красоту и доброту и желание защищать. И вы никогда не уроните честь своего кадетского корпуса. Мы очень рады, что кадетское движение ширится в нашем городе, регионе, стране. Значит, вы на верном пути. Курсанты рассказывают, в кадетском корпусе особая система преподавания. Ребята изучают не только общеобразовательные предметы. Молодых людей развивают духовно и физически. В кадетском корпусе нас учат стрелять. Конечно, в первую очередь учат дисциплине, строевой подготовке и физической подготовке. Кадеты – это маленький воин. То есть кадеты, в принципе, готовят для будущей военной службы. Кадетский корпус начал свою работу еще на рубеже 21 века. Но этот бал в честь дня рождения только четвертый. Традиция проведения балов уже давно ушла. Но кадеты, похоже, возвращают в моду торжественные приемы. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.